повернут вспять. Например, вот как наш выдающийся академик-математик Владимир Игоревич Арнольд оценивал кризис образования на Западе. У нас наши руководители нашего образования провозгласили, надо сделать, чтобы наше образование было хорошим, то есть таким, как в Америке. А каким оно стало в Америке? Американцы, с другой стороны, мне объяснили, что они сознательно борются за то, чтобы народ был малообразованным, не интересовался ни наукой, никакой культурой, ничем. Потому что это противоречит обществу потребителей. Потому что если люди начинают интересоваться чем-то другим, кроме стиральных машин и автомобилей, которые надо купить каждую неделю новые, то тогда они худшие покупатели. Они начинают... А если и покупают, то они начинают покупать Ван Гога, или стихи какие-нибудь, или теоремы доказывать. А это для общества потребителей вредно, чтобы этого не было. А к тому же еще, чтобы население было послушным стадом в руках манипулирующих имей политиков, нужно сделать не европейскую, а американскую систему образования, в которой ничему не учат. Это ваша программа, в которой есть водяной пар. Это специально сделано, чтобы выдержать могли только элитальные ученики 57-й школы города Москвы, которые к нам тоже попадают. И вот они-то это знают. А наши негры никогда не сумеют понять ваш водяной пар, у которого нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Для негров это недоступно, поэтому это программа расистская, которая требует, чтобы был водяной пар. И вот к чему мы идем, вот к чему мы стремимся, вот что называют хорошим образованием. Они не могут, выросших в Америке, ни школьников, ни студентов, ни университетов, ни технических вузов, нанимать к себе, делать новые самолеты, или чинить старые даже. Поинг держится только на том, что они нанимают иммигрантов, в основном из трех стран, из России, Китая и Индии. Поэтому, говорят, мы прочитали в ваших газетах, что у вас собираются довести систему образования до американских стандартов. И по нашим подсчетам, через 30 лет в России будет такое же плохое образование, когда нам вообще некому будет. И тогда вся эта технологическая система рухнет, потому что она основана на иммигрантов.